Ну вот мы уже с мужем в аэропорту Монреаля. Привет, ребята, мы с Кеннега-Карса Алексу и Виталику. Спасибо вам огромное за то, что помогли нам добраться в аэропорте и вывозили для нас все. Наша небольшая предыстория. Мы с мужем иммигранты в Украине. Сейчас живем в провинции Мбраса. Мы недавно приобрели автомобиль на аукционе в Монтоне и решили его отвезти в Украину. Мы своим ходом добрались в Монреаль и привезли ребятам машину для того, чтобы они отправили Украину. О самой фирме Кеннега-Карс мы узнали от наших друзей, которые уже пользуются услугами и были довольны, а также есть многочисленные ролики, которые есть в интернете на ютубах. Мы очень рады знакомству с ребятами. Они нас встретили как своих близких друзей, все объяснили, все рассказали, ответили на все наши вопросы, объяснили все детали, которые нас интересовали и приняли автомобиль в Работу. Они нас посадили на такси и мы уже приехали в Работу. Теперь мы ждем свой вылет в Украину, чтобы там встречать нашу машину. Оплату за свои услуги. Они производятся скидкой и по официальному переводу. Авто будет доставляться для нас под ключ с Ростомбошкой в Украину, а потом уже непосредственно доставят в город Житомер. Так что ребята, спасибо вам огромное. Спасибо компании Кеннега-Карс. А в частности огромную благодарность Алису и Виталику за помощь в Украину. Спасибо вам огромное. Всем привет, это канал Кеннега-Карс, автомобиль из Канады во все страны мира. Меня зовут Алекс, и в этом видео мы хотим показать, как вот этот DOS Journey мы приняли от нашего клиента, локального клиента из Канады. Дима с Настей вот приехали к нам в автосалон, привезли эту машину из Монктона своим ходом, и отправляем ее в Украину под ключ в Житомер. Это их машина, мы просто делаем всю логистическую работу с Ростомбошкой в Украине, доставкой прямо до их дома до Житомера. Машина передается папе Димы. Значит, вам сейчас ребята сами расскажут, как это все произошло, как они нас нашли и все такое. К сожалению, они торопились и сразу оставили нам автомобиль, и на такси уехали в аэропорт Монреаля, в Дарваль. Поэтому мы интервью, как говорится, снимаем уже из аэропорта, передаем им слово по этому вопросу. А машину мы вам покажем, вот этот DOS Journey, это необычный DOS Journey. 2015 года 3.6 мотор, это не 2.4, а 3.6. Самая дорогая комплектация. Машин таких очень много в Канаде. Скажем так, даже больше, чем с моторами 2.4. Жрет она примерно так же, как и 2.4, так же и 3.6. Единственное, по опциям вы сейчас увидите, что это совсем не такая, как 2.4. Машины в среднем получаются вот такие под ключ. В Украину в среднем от 13 до 15 тысяч долларов США, но это не битые машины, не аварийные. Идеальные целые автомобили, четкие, канадские, то что надо. И, кстати, эта машина тоже обработана от ржавчины, вот этим специальным покрытием. Ну что, этот видеоотзыв я передаю, как говорится, вот это вот видео передаю Диме с Настей. Пусть они расскажут, как это все выглядело, а я вам покажу сам автомобиль. И мы его прямо сегодня доставляем на склад и грузим в контейнер. Так, ключик, ребята, нам оставили один. Больше у нее нет ключа. Ну, смотрите, вот как она выглядит снаружи. Ну, во-первых, там диски крутые, как вы видите, да, то есть по-другому она смотрится. Вот, значит, у машины камера заднего вида. Машина полноприводная, видите, АВД. У машины камера заднего вида. Комплектация, вот видите, РТ. То есть это не хухры-мухры. Парктроники, вот. Сейчас мы пройдемся, покажу вам все это. Вот риллинги на крыше есть. Бесключевой доступ. Видите, вот, кстати, обработка, вот эта вся вот то, что жирные пятна повыходили на дверях. Это есть Rust Protection. Вот эта защита от ржавчины, да. Диски, видите, какие гламурные, перфорированные. Она сейчас стоит заведенная. Сейчас я вам покажу, во-первых, ее опции, как она. Машина привезена из Нью-Брансвика. Вот наклеечка, мы можем даже техпаспорт показать. Ребята приехали своим ходом на ней. Муж с женой приехали своим ходом и сразу в аэропорт отправились. Улетают в Киев и дальше с Киева в Житомир. А машина вдогонку приходит к ним. Значит, город Монтон. Теперь посмотрите, какая она в салоне. Во-первых, кожаный салон. Во-вторых, масса-масса наворотов. Куча просто. Ну, кожаный салон, да. Кожаный руль. Автоматическое включение света. Посмотрите, какие гламурные коврики. С бензином, конечно, тут немножко ерунда. Его нету просто. Мало очень. Но ничего, мы заправим, Дим. Ребята, не переживайте, мы заправим. Смотрите, какой огромный экран. То есть, это тоже очень классная тема. Двухсторонний климат-контроль. Карта для музыки. Можно использовать диски. Все, что хотите. Музыку можно слушать. Вон, кстати, техпаспорт от этой машины. Вот как он выглядит из Нью-Брансвика. Вот Дима нам его оставил. Мы его сразу отправляем в Украину для растаможки нашим брокерам. То есть, вот так это выглядело. Да, Виталий? Вот обыкновенный, скажем так, Нью-Брансвика техпаспорт. Смотрите. Ну, зеркало тоже, видите, с Диммером, со всеми делами автозатемнения. То есть, вот здесь прямо для ворот уже сразу кнопки встроены. Камера заднего вида, видите, с траекторией движения. Обратите внимание. Видите, то есть, поворачиваешь руль, она сразу показывает дистанцию. Здесь показывает, видите, эти, как его, парктроники работают. То есть, камера, ну, огромнейший экран, очень классная тема. Потом, смотрите, здесь на экране, опять-таки, уже контроль, видите, подогрев сидений, подогрев руля, видите. То есть, ну, то есть, вообще, навороченная очень машина. Супер классная в этом плане. Климат-контроль двухсторонний, она тоже климат-контроль. Это не обычный кондиционер. Значит, сзади, давайте покажу вам сзади. Сзади она, смотрите, ну, тоже кожа, все дела, 3-е, 5-е, 10-е. Так, она семиместная. Вот, обратите внимание. Дима привез диски, просил папе передать диски вот эти, чтобы они доехали в машине сразу. А сзади отдельный климат-контроль для задних пассажиров, видите. То есть, открываете вот эту вот штуку и холодный воздух или теплый, как вам удобно будет дуть через эти отверстия в потолке. Сзади вот диски, я вам покажу ее в багажнике тоже. Hi guys! Hi Sam! Посмотрите, значит, как диски, ну, я так понимаю, что это новые, нет, бэушные диски, дополнительные для, ну, для папы, чтобы он, видимо, зимнюю резину поставил или что-то еще, да? Ну, то есть, соответственно, вот какое-то там масло, варежки, перчатки какие-то. Вот, вот так она смотрится. Давайте, подкрываю вам и эти двери тоже. Надо смазать, конечно, двери, потому что они хрустят. Коврики, я еще раз хочу сказать, супер-классные, гламурные коврики. Это Weber Tech, это американская компания по немецкой технологии производит эти коврики. Они, это ванночки, которые очень удобны для использования. Вот, вот эти пробочки, кстати, вот видите, вот эти штучки. Вот они. Эти пробочки сверлят специально в металле, вот эти дырочки, да, и закрывают пробочками. Это вот именно и есть антикоррозийная обработка, которая делается в Канаде. По-французски это антируй, а по-английски это раз протекшн. Вот ее вот так вот делают, чтобы машина вообще не имела никакой коррозии. Везде-везде, где можно, задувает эту штуку. Вот так вот выглядит эта цацая, интересная машина. Очень такое хорошее состояние автомобиля. Смотрите, сиденье-то открывается, видите, потайные карманы такие. Ну, то есть, ну, классный аппарат, что говорить. Классный аппарат. Давайте я вам покажу ее под капотом. Электроигровочка сиденья, видите. Видите, она с противотуманочками идет уже, видите, с такой губой. То есть, она, она совсем, совсем, совсем у нее другой вид. А 2.4 очень сильно отличается. Вот он, мотор 3.6, на нее свободно можно поставить газовую систему и пользоваться, радоваться жизнью. Смотрите, видите, все обработано вот этим Rust Protection. Это специально, вы можете на нашем канале найти видео, называется оно «Ржавые канадские ведра». Вы можете найти, свободно забить в YouTube в поиске «Ржавые канадские ведра» и найти. Я рассказываю там, как вот эта вот обработка делается в Канаде. Специально мы засняли видеоролик, что это такое и с чем она естся. Я думаю, очень многим будет это интересно, потому что делают такую штуку только в Канаде. Больше нигде такого не делают. В США или где-то еще такого не делают. Даже в Финляндии такого не делают, в Норвегии, понимаете. А здесь есть такое, вот. Вот и посмотрите. Машина фактически законсервирована, прямо как пушечным салом, знаете. То есть оно вообще не ржавеет ничего. Вот, вот такая лапочка отправляется она в Украину. Вот. С нашего автосалона ребятки привезли ее к нам. И теперь мы вам ее уже покажем на складе перед погрузкой в контейнер. И дальше уже ждем от ребят отзыв из Украины, когда папа Димы в Житомире ее получит, уже растаможенную. И уже будет на украинских номерах. Она покажет вам, как он ее принял у себя. Ну все. Переходим к складу. Так, ну что, вот этот Dodge Journey с объемом 3.6 привезли мы уже на склад. Отправляем его. Конечно, мы тут проехали вокруг склада. Ощущения от машины другие. Какой-то он такой более основательный. Хотя, вроде бы по размеру, по всему, вроде одинаковый. Таможня на них, конечно, да, она где-то на 2-2,5 тысячи долларов дороже будет за счет объема двигателя. Но и машина совершенно другая. Совершенно другие опции. Заряжена совсем по-другому. Так что, если хотите либо машины своих родственников отправить родителям, родственникам, пожалуйста, без проблем можете отправлять. Водитель, это Méкинг. Моми, который заходил в другую. По-другому, это этот внесеный. Поэтому я, кстати, здесь помню, мы также оставим его в дороге для хорошей. И она. Вденья, это по-другому. Вот что и отправляется. Особенно. Вденья, это лебедная. Вденья. Это церковь, кто и уников. Вденья. Вденья. Тон. Мом. Субтитры сделал DimaTorzok